Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и пролетели незаметно наши таки незапланированные длинные каникулы. За это время мы встретили Пасху, отметили День Возрождения Карачаевского народа, Уразу и, конечно же, главный праздник нашей страны – День Победы. И сегодня мне бы хотелось продолжить эту тему, поговорить о наших ветеранах, потому что, согласитесь, вспоминаем мы о них достаточно редко, обычно накануне праздника. Кроме того, сегодня в нашей программе мы побываем на Красной площади в Москве, а также вспомним видного государственного и политического деятеля, чье 95-летие недавно отмечала наша республика. Начинаем! В Черкесске живет ветеран Великой Отечественной войны Виталий Гаврилович Зорин. Ровно за месяц до Великой Победы ему исполнилось 95 лет. Давайте посмотрим о нем небольшой сюжет. Когда началась война, Виталию Зорину было всего 15 лет. Жил он неподалеку от Ленинграда. Вскоре его направили в город Пестово Ленинградской области на лесозавод. Забрали туда заготовку делать, древесины для фронта, для вооружения, лоджи строить для винтовок. Ножью пилы не работали. Днем только пилили лет. А ножки мы их точили. 250 пил наточить надо в ночь. Когда началась блокада Ленинграда, для оказания помощи населению нужны были добровольцы. Виталий Зорин стал одним из первых. Ходили в воду, добывали людям колонны эти самые, долбили лед, черпали, им ведра таскали. Мертвых возили на кладбище. И страшно было то, что на лошади подъехали, площадка возили мертвых. Приедут в квартиру, а там на дне мертвый лежит. Может, недели, может, больше. Пока запахи, все это. Вот. Лошадь стоит. Приходит лошадь, а телега стоит, а лошади нет. Украли. Сегодня многие факты этих страшных блокадных дней с трудом укладываются в голове. Чтобы просто выжить, людям приходилось принимать такие решения, совершать такие поступки, которые современному человеку сложно даже представить. Бомбежка была по 500 выстрелов по Ленинграду, по 500 самолетовылетов немцы бомбили. Такого страха не было большого. Все страшно было, что вот такого кошечка, 120 грамм, столько хлеба. Вот такой кусочек. Вот давали. Женщины вставали, которые могли ходить за это. А пацаны, такой же, как и я, расталкивали их. И отнимали карточки. Или хватали хлеб. Вот это было страшно. Объявили по радио. Зоопарк разбомбили. Ну вот что, раз зоопарк, там звери, мясо. А туда нас народу насыпало. А мы поднес, подлезли, только вылезли. И нам ухо досталось. Ладно. Голод есть голод. Ухо отрезали, месяц прожили. В 1943 году Виталия Зорина отправили на курсы в Рязанское танковое училище. Через два месяца он был откомандирован в 16-ю танковую бригаду в составе 1-го Белорусского фронта. А вскоре после этого под Прохоровкой произошло крупнейшее танковое сражение. В этой битве Виталий Зорин командовал отдельным танковым батальоном. Трое суток бились мы. Трое суток. Не прекращая. И помогло то, что Жуков решил так. Это самое. Сделать ослепление. Ослепление. И ночное время. В 180 месяц привезли двух киловаттных прожекторов. Каждого орудия ставили прожектор. И вот их запалили все разом. И вот это спасло все. Затем военные дороги привели Зорина в Прибалтику. Особенно тяжело пришлось солдатам под Далгов Билсом. В трошеях была вода. Некуда деваться. И обстрел все время. А рядом так метров за пятьдесят с лишним стоял маяк. Делал корректировку маяк. Мы это засекли. Я сидел в два миномета. Больше нечего. Танки туда не проходили. Болото. Два миномета. Помощник мины подносил, а я одну мину, вторую. И я решил бросить. Разулся. Тяжелое снял с себя. По воде подошел. на острове. На острове стоял маяк. На этот маяк. Под водой подошел к нему до лес. Открыл. Поднялся туда. С собой взял блок мин. И я открыл вход туда. И я ему левой рукой все взорвал и закрыл. За эту операцию Виталий Зурин получил свою первую высокую награду. Орден славы третьей степени. Здесь же в первый раз был ранен. Освобождали лагерь. Обстреливали. Бомбежка попала. Мне плечо разбил. Мне плечо уже разбито полностью. Торщат кости так. И като делали. Несколько месяцев он провел в военном госпитале. А затем снова в строй. На этот раз фронтовые дороги привели Виталия Зорина в Финляндию. Где работали знаменитые кукушки. Это были хорошо обученные снайперы. Иногда это были немецкие солдаты, которые вели корректировку артиллерийского и минометного огня. Затем были кровопролитные бои в Румынии, Польше, Югославии, Чехословакии. Под Прагой Зорина ранили второй раз. Однако несмотря на это он продолжал сражаться. А заодно выполнял и другую тяжелую работу. Бой прошел технику побили которую мы ее восстанавливали. Не спали не ели оружие и полевая кухня часто отставали от действующей армии. Один котелок. В одном котелке все. Это сковородку что ли дадут? Тарелку? Никакой тарелки. Котелок, ложка за голенишем. И все. Там же первое, второе и все другое. Опять когда есть выпьешь ну вода в смысле а не то что там чай или какие соки и лазишь по машинам по подсидениям туда кусочек где-то кусочек найти. Наступил 1945 год. Пришла долгожданная победа. Виталий Зорин встретил ее в Чехословакии. Прагу зашли там были поляки в основном чехии у них революция была. Они с поляками там борьбу вели и немцы. И когда их подкружили отрезали половину они остальные сдались без боя. сдались. Когда стали собираться в свои места по своим взводам, ротам и все. выступили против нас власовцы. Это генерал власов, который немцам сдался. Вот. Стоял отдельный домик двухэтажный. Вокруг него сосновый бор, крупный сосновый бор, здоровый. там были 40 человек от власовцев. И тут объявили, пришел связной. Война закончена, в Берлине Жуков подписал договор. Снимаем с этого дома дверь, 122 миллиметровую пушку выкатили, лафет раздвинули, стол сюда. Откуда там ребята были уже в них трофейные виски. Жители которые цветами прибежали. Благодарили очень. Победа в Великой Отечественной войне дала с нашей стране тяжело. В первые месяцы Красная армия несла одно поражение за другим. Отступление вглубь страны продолжалось вплоть до начала 1942 года. Однако нашему народу удалось одержать победу в борьбе за свою независимость, выстоять против фашистской Германии и ее союзников, дойти до Берлина и уничтожить фашизм. Виталий Зорин уверен, все это благодаря простому советскому солдату. Честность, доброта, выносливость, выручка и помощь друг другу. Вот все. Сложено это вместе заодно. Вот это помогает победе. Проходят годы, сменяется поколение. Сегодня многие зарубежные политики заново переписывают историю Великой Отечественной войны. Молодым людям навязывается одна и та же идея. Решающий вклад в разгром нацистской Германии внес отнюдь не Советский Союз. Америка никогда не выигрывала и выигрывать не будет. Конечно, Россия. Россия выиграла. Все войны. Сколько было войнов, все войны. Я считаю, что эта русская натура не должна быть побежденной. Вот и все. Они не могут быть побежденными. Никак. Каждый год Виталий Гаврилович был участником Парада Победы на Центральной Площади города Черкеска. Но, к сожалению, в последние годы из-за состояния здоровья он этого сделать не может. А у нас в студии находятся гости, которые только что вернулись из Москвы. Они участвовали в Параде Победы на Красной площади. Я с удовольствием представляю их. Это представители Баталпашинского казачьего городского отдела Александр Шумель и Михаил Шинкарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, Александр, понятно, что вы работаете в МЧС, да, входите в состав Баталпашинского городского казачьего отдела, так же, как и Михаил. А как вы вообще попали на парад? По приглашению значит Краснодарского казачьего войска нам выпала большая честь именно от нашего Баталпашинского отдела дали квоту в количестве двух казаков представлять, я бы сказал, не только Баталпашинский отдел, но и нашу республику Карачао-Черкесию. Поэтому нам выпала такая честь. Ну вот у нас все-таки казаков много, да, в Карачао-Черкесии. А по каким критериям отбирали, Михаил? Выбирали по... в основном это был рост. Потому что у всех разный рост бывает. Характер. Потому что не каждый выдержит такую нагрузку. Ну и, наверное, умение ходить строевым шагом, да, Александр? Конечно. Это одна из главных причин, по которым мы поехали. Как минимум, люди должны быть подготовлены со службой в армии. Ну или такие самородки, как Михаил. Он у нас достойный казак. Наверное, сам расскажет. Очень подготовленный. Подготовку получил, кстати, здесь у нас в городе Черкесске. А где занимались, Михаил? Пост номер один у Ибрагима Ахматовича в течение года примерно занимался строевым шагом, изучал оружие, ну и различную тематику. Ну да, там хорошая школа. Я понимаю, почему вас отобрали. Ну и все-таки вот вы попали в Краснодар, да, потому что я понимаю, что сначала здесь отбирали, в Батопашинском казачьем отделе, потом вы попали в Краснодар, правильно? Александр? Да, после собеседования, проведенного нашими атаманами, как бы ихнего утверждения нас на кандидатов, нас отправили в Краснодар. 15 марта мы убыли в город Краснодар, где уже был съезд со всех районов Краснодарского края казаков, нас, Батопашинцев, и там уже сформировалась коробка в количестве 105 человек основного состава, резерв был сформирован в количестве 25 человек, вот, как было так, то есть там уже первое время мы уже начали слаживание. Ну, то есть там проходили первые тренировки, да? Да, в Краснодаре прошли первые тренировки, скажем так, первые цветочки нашего боевого слаживания, приехало больше казаков, чем это нужно было, в процессе слаживания коробок, резерва, ну, конечно, наш казак, он, конечно, удалой, но не у всем позволило здоровье, кто-то подвернул ногу, у кого-то случились семейные какие-то проблемы, кто-то понял, что не сможет, не сможет, поэтому такие люди отсеялись и к параду победы уже как бы подошли ребята, которые целенаправленно готовы. И, в общем, вы отправились в Москву. В Москву когда вы приехали, Михаил? 28 марта прибыли в город Калининск, Подмосковье, воинскую часть, где ходили в строем, ходили на тренировки. Как Михаил сказал, мы оказались в воинской части, я попал снова в армию, вот, значит, у нас было три дня в неделю тренировки на полигоне Алабина, то есть это полигон полностью был скопирован Красную площадь, то есть все нюансы Красной площади там отображались. И три раза в неделю у нас были тренировки на Алабино. В остальные дни у нас проходили тренировки на территории воинской части. То есть скучать нам не приходилось. Никогда. Мы видели все центральные каналы, показывали, что идет репетиция именно на Красной площади. Вы принимали участие в этих репетициях. Да, мы принимали было три тренировки на Красной площади две ночные и одна генеральная. Было красиво, необычно, местами страшно. Да? Да. Последняя крайняя тренировка на полигоне Алабина, на ней присутствовал министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Он уже давал непосредственно оценку к каждому расчету, кто как пройдет. И там тоже была большая ответственность, потому что министр обороны мог сказать, что неподготовлены и снять с расчета. Но мы прошли с гордостью, мы прошли на хорошую положительную оценку. Поэтому мы были допущены уже к тренировкам на Красной площади. Всего на Красной площади было три тренировки. Две ночных и одна дневная седьмого мая. Но вообще тяжело вот эти тренировки проходили? Тяжело вам было? Было тяжело, но все дошли, все дожили до этого дня, все целы, живы, здоровы, прошли с гордостью парад, выполнили задание боевое. Молодцы. А что самое тяжелое было, Александр? Самое тяжелое это ответственность. Физически, конечно, всегда привыкаешь, да, первые два дня конечно ходишь с трудом, потом все болит, конечно, но морально, тяжело морально, тяжело понимать, что ты представляешь не только баталпашинский отдел, ты представляешь республику, на тебя смотрят в первую очередь твои земляки, на тебя смотрят руководство страны, на тебя смотрят ветераны Великой Отечественной войны, это тяжело, просто, ну, переживаешь, как бы, нервничаешь, а вдруг не справишься, ну, это все остается на заднем плане, когда ты выходишь на Красную площадь и начинаешь маршировать. Ну, хорошо, вот начался парад, вот вы принимаете участие уже в параде, что испытывали в тот момент, Михаил? В тот момент больше гордости за ветеранов. Сказать, испытывал чувство гордости, ну, наверное, это ничего не сказать. Если честно, просто разрывало от вот этого величия. Представляете, что на Красной площади больше 10 тысяч человек все задействованы для одного дела, пройти красиво, достойно, чтобы наши ветераны посмотрели на нас, чтобы хоть немного им было приятно, поэтому, ну, это надо испытать, это мурашки по коже, это, это сильно. То есть, ты ощущаешь вот мощь страны, да, ее величие, то, что это родина. это не передать, это сильное ощущение, его надо испытать, как бы, лично. Я вижу, у вас медали, Михаил, а что это за медаль? Это медаль за участие в параде, выдана министром обороны. Он вручал бы лично вам? Нет, не лично, он выдавал войско, которое было, а уже генерал Далуда вручал нам медали за участие в параде. Приятно было, да? Было приятно. Александр, скажите, а вот хотелось бы вам еще раз попасть на Красную площадь, вот, на парад пройтись? Честно, ну, как бы хотелось, только супруге не говорите, не отпустят. Не отпустят, да? Все-таки тоже семье тяжело, конечно, когда без мужчины, мужчина уезжает, тяжело. А так, я всегда готов выполнить возложенные на меня как бы обязанности государства. Это наш долг. Пользуясь случаем, я бы хотел бы поблагодарить тех людей, без которых, без чего участия, просто было бы невозможно мое участие в параде победы. Это, в первую очередь, глава республики Карачао-Черкесия, Тимрезов Рашид Борисбевич, Певарова Надежда Ивановна, это мэрия города Черкесска, это, конечно же, главное управление МЧС России по КЧР в лице Галакаленко Александра Федоровича. Я очень им благодарен, как бы собрали, по-отечески благословили и отправили. Отпустили с такой важной работы. Огромное им спасибо. Ну, а я в свою очередь хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Я думаю, наши зрители получили колоссальное удовольствие, глядя на таких бравых казаков, глядя на вас, понимая, что у Баталпашинского казачества есть будущее. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я желаю вам всего самого доброго. Ну, может быть, мечта ваша сбудется и побывайте еще на Красной площади. Спасибо. Всего доброго. Я думаю, что нашу передачу с удовольствием смотрит ветеран Великой Отечественной войны, который тоже живет в Черкесске, Петр Николаевич Неделков. Я предлагаю посмотреть небольшую зарисовку о нем, о его судьбе. Ордена, медали и память. Вот, пожалуй, и вся ниточка, связывающая с далеким прошлым. Когда началась Великая Отечественная война, Павлу Николаевичу Неделкову было 19 лет. Он работал помощником машиниста на Керченском судоремонтном заводе. Завод перешел на военный лад. Делали бомбы, мины, ГЭС, эвакуировали, запустили свою электростанцию. Меня поставили помощником машиниста. Полуостров был важным стратегическим объектом. В Керчи были созданы два партизанских отряда. Старокарантинский и Аджимушкайский. Они запасали провизию и вооружение на случай оккупации и прятали их в каменоломнях. К осени большую часть Керченского полуострова контролировали немцы. И каменоломни оказались во вражеском тылу. Вскоре в Старокарантинский партизанский отряд попал и Петр Петр Нетелков. Работаем ночью. Немцы заходят. Забрали нас и на вокзал отправлять в Германию. Ночью я нашел такого товарища и мы убежали. Убежали, а куда? Узнали, что организуется партизанский отряд. И мы перешли туда в этот отряд. В партизанском отряде было 150 человек. Среди них кадровые военные и гражданские, которые приобретали опыт в ходе операции. В ноябре 1941 года Старокарантинским партизанским отрядом была проведена первая боевая операция. Обшая дорога Керчь и Феодосия. И здесь как раз поворот. И на этом повороте мы колонны. Разведка докладает, что колонна идет. Пропускаем ее, чтобы по всему периметру нашей залегли. Как только первая колонна дошла, где наш конец. Все, команды, мы их тут жгем, стреляем. Затем партизаны атаковали находящиеся неподалеку от Каменолумен немецкий командный штаб. Сведения о его местонахождении добыли разведчики, среди которых был и Петр Неделков. Конечно, поначалу молодому бойцу было страшно. Не хватало специальной подготовки. Зато были молодость и нестебимое желание уничтожить врага. Разведчиком я был ночным. Посылаю то языка провести не одного, а два. Идешь и думаешь, или вернешься, или не вернешься. Но идешь, а лет то сколько было. Фашисты не раз атаковали входы в каменоломни. Но попытки врага уничтожить партизан оказались безуспешными. Со временем Петр Неделков стал опытным разведчиком, а вскоре получил свою первую награду. В поводу ходили. Там водокачка, бассейн был, большие такие, с водой. Канистры 20 литров и воду брали. И вот я, разведчик, пошли проведать. Неделька, нету немцев, засады нету. Оттуда идем, румыны связь проверяют. В руке провод держат и пошел. Мы его захапали. Жить в партизанском отряде было очень сложно. Температура в катакомбах зимой и летом была всего 4 градуса выше нуля. Постоянная сырость. Не хватало продуктов, но больше всего люди страдали от отсутствия воды. Подходы к источникам немцы охраняли особенно тщательно. Ели мы пшеницу дратая вот этой вот. Пополам она и кашу варили. Ну, мисочки такие ну, грамм на 200. половина мисочки грамм 100. Вот это вот один раз в сутки. Воду стакан хоть брейся, хоть убывайся, хоть купайся. Один стакан в день. Оружия боеприпасов практически не было, приближалась зима. К тому же в отряде были ранены. Руководство партизанского отряда приняло решение пробиваться к своим за линию фронту. Чтобы не привлекать внимание врага, бойцов отправляли небольшими группами. И шли мы три ночи. Дали нам вот таких пшеницедрат и лепешки. Мы только вышли оттуда, съели их и все. Борода, ватные брюки порватые, вот тут вата выскакивает. И мы три ночи шли. Дошли не все. До линии фронта оставался последний рывок, когда на мини подорвались товарищи. В живых остались Петр Неделков и молодая девушка. Я в этом порватом одетая, а эта девчонка в немецкой одежи, немецкий автомат, ну, по-немецки и она не умеет, не я. Идем, немцы встречаются, мы молчим, ну, шли на смерть, мы молчим, и они молчат. Пахнет суп, мясной суп, гороховый такой, так бы покушал. Где найдем такое место, которое может спрятаться, посидим там немножко. Пробирались к своим по ночам, но и это было непросто. Немцы контролировали территорию, запускали ракеты, регулярно обстреливали местность. Последнюю ночь луна светит, и светит, уже два часа надо идти, она светит. Яма, я прыг туда, она глубокая, я рукой не могу достать. и вылезти, а не вылезу. И разговаривать нельзя. Она, Наташа ее зовут, с автомата снимает ремень, пояс ремень, я с автомата ремень снимаю, она связала, автомат в землю застропила, эти все поясы от себя за ногу привязала и вытащила меня. К своим Петр и Наташа все-таки добрались. Измученных бойцов командир встретил доброжелательно. Там одни разведчики, которые ходят тыл, а мне борода оборваны, грязные. Он повар два завтрака, появился разведчик. Кажем несет сахар, тот свое пайки несет. Партизаны доложили командованию ценные сведения расположения немецких войск, которые не видели по пути, наличие техники. Однако от допроса Петра Неделкова это не спасло. Время было военное. и днем отправляют меня в особый отдел. Поле большое, может, пять гектар, может, десять гектар, кто его знает. И все под землей закопано. Все кабинеты, все и допросы. Особенно ночью. вызывают вызывают, где родился, где хрестился, кто родители, кто дед. Только вызвал один. Пошел налег, только задремал. Приходит солдат, вызывает допрос. Так продолжалось три дня. Проверку неделков прошел. Его отправили в 180-й запасной стрелковый полк. Пробыл он там недолго. Появился так называемый покупатель, офицер, набиравший солдат и определенного рода войск. Ему надо танкисты, шофера, пулеметчики. Вот всех выстроили в запасном полку. Он перестроим говорит, буду вызывать и выходите. Танкисты есть? Выходи, вышли. Летчики есть? Выходи. Танкисты есть? Выходи. Шофера есть? Выходи. А у меня права есть, я и вышел. Так Петр Неделков попал в пятую автороту Первого Белорусского фронта. В качестве водителя прошло Белоруссию, Польшу, Германию. Возил я понтоны, понтоны, всякое снарожение для переправы. В апреле 1945 года советская армия завершила освобождение Польши, Венгрии, значительной части Чехословакии, заканчивала активидацию противника Восточной Пруссии и вышла к южным границам Германии. Перед советскими вооруженными силами стояла задача нанести завершающий удар по фашистской Германии и заставить ее безоговорочно капитулировать. Наши войска собираются форсировать Одер. Для того, чтобы Одер форсировать, надо для танок, для техники сделать переправу. Вот эту переправу делали с помощью нашей пятой автороты все мы подвозили на то, что надо. Бывает, потом повезет шофер, а он ракету вешает на парашюте, она висит и светит. И много шоферов там погибло. Очень много. Преодолев все трудности, пятая авторота, в составе которой воевал Петр Недилков, свою задачу выполнила. Когда переправу сделали, тогда наши пошли наступления и самолеты пошли все. А через несколько дней пришла долгожданная победа. Наступил мир, который принес советский воин-освободитель. Война 9-го закончилась, а командир 12-го мая говорит, поедем в Рейстах увидим. И поехали 12-го мая в Рейстах. Немцы еще были убитые, лежали, дымело кое-где. В каждом окне, в каждом балконе висели белые флаги. Со мной был еще в кузове солдат. Там же повесили флаг. Я говорю, давай доберемся туда. Американцы ходят, фотографируют. И мы дошли, последний этаж, и он заваленный, и не можем пробраться. Я фамилию написал. Был такой-то, все. Победа досталась нашей стране дорогой ценой. Более 20 миллионов погибших и пропавших без вести. Страшно представить, какими бы были потери, если бы не мужество и отвага миллионов простых советских солдат, рисковавших собственной жизнью ради победы в этой страшной войне. Никто не думал о жизни. Каждый думал, что-нибудь такое сделать врагу, чтобы навредить ему. И все точно такие были. Все. Ветераны, подвиг ваш был не напрасным. Мы будем помнить об этом всегда, помнить имя каждого из вас, каждого ветерана, золотыми буквами, вписанной в книгу памяти Великой Отечественной войны. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Скоро Петру Николаевичу исполнится сто лет. Но он прекрасно помнит все, что было много лет назад. Вот он, конечно, тоже не ходит на Парад Победы, но по утрам варит сам себе кашу, варит кофе с молоком и солью. Очень любит песни военных лет и стихи. Уважаемые ветераны, сегодня для вас школьники Станицы Зеленчукской читают стихотворение. Это их подарок. Константин Симонов Атака Когда ты по свистку По знаку Став на растоптанном снегу Готовись броситься в атаку Винтовку вскинул на бегу Какой уютной показалась тебе холодная земля Как все на ней запоминалось Пример шестебель ковыля И два заметные пригорки Разрывов Дымные следы Щипоть рассыпанной махорки И льдинки пролитой воды Казалось Чтобы оторваться Рук мало Надо два крыла Казалось Если лечь Остаться Земля бы крепостью была Пусть снег метет Пусть ветер гонит Пускай лежат здесь много дней Земля На ней никто не тронет Лишь крепче прижимайся к ней Ты этим мыслям жадно верил секунду с четвертью Пока ты сам длину не отмерил длиной ротного свистка Когда осекся звук короткий Ты в тот неуловимый миг уже тяжелую походкой бежал по снегу напрямик Осталась только сила ветра и наравне Портянка Иван Николаевич О семье и о войне Он гордился Сын родился Радость Первый наш сынок Без стесненья прослезился И сиял весь так как мог После Доченька родилась Снова сын И снова дочь Радость в доме появилась Не в заботах Ласках ночи Птицей время пролетело Сорок Первый настал год Тьма фашистов озверела Двинулись на Русь поход И пошли часы разлуки Речкой слезы потекли Плачат жены Дети внуки Злой урок мы извлекли Мать земля в огне пылает Злой туман посеял грусть По России смерть гуляет На защиту встала Русь Гул орудий Грох от танков Все в огне в пыли в дыму Бьют немецких оккупантов и в Одессе и в Крыму Бьют фашистов в Сталинграде на Кавказе и в Орле Ленинград в сплошной блокаде Киев бьется на Днепре А в конце земля полегло солдат немало Мама мамочка моя ты надеялась и ждала что придет он что живой так иконки припадала в тридцать лет уже седой день прошел и ночь настала ох тяжелая она принесла нам слез немало распроклятая война поздно вечером уснул встала только рассвела небо тучи затянуло солнце еще не взошло дальний гул земля вздрогнула только голод этот негром робко ты дверям шагнул на пороге почтальон он сказал вам махронка подал в руки синий лист муж погиб ваш подорленком рядовой артиллерист он ушел а ты осталась чуть склонившись слез как град безутешно разрыталась мамочка промолвил брат ты бессильно нас прижала к юбки рваной но своей задыхаясь причитала слезы лились на детей вспоминая все что было не забыть про зло врагу о войне кровопролитно без слез вспомнить не могу в стужу в грязь пыли под зноем бились мы и Русь спасли а в ответ из поля боя похоронки нам несли Русь спасли а смерть осталась душу кровью обливать и от тех что не дождались век нам слезы проливать поменем же в битвах павших чаркой водки поменем жизнь в боях за нас отдавших молча стоя поменем Ольга Киевская баллада о матери сорок первый год потерь и страха царевом кровавым пламенел двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел первый шел постарше темно русый все при нем и силушка и стать а за ним второй отца безосый слишком юный чтобы умирать ну а сзади еле поспевая семенела старенькая мать о пощаде немца умоляя найм твердил он важно расстреляет нет она просила пожалейте отмените казнь моих детей а взамен меня меня убейте но в живых оставьте сыновей и ответил офицер ей чинно ладно матка одного спасает а другого расстреляем сына кто тебе милее выбирает как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь если первенца спасет от смерти то последуш обречен на смерть зарыдала мать запричитала взглядывая с лица сыновей будто бы и вправду выбирала кто важнее кто дороже ей взгляд туда-сюда переводила о не пожелаешь и врагу мук таких сынов перекрестила и призналась фрицу не могу ну а тот стоял непробиваем с наслаждением нюхая цветы помни одного мы убиваем а второго убиваешь ты старший виновата улыбаясь младшего груди своей прижал брат спасайся ну а я останусь я пожил а ты не начинал отозвался младший нет братишка ты спасайся что тут выбирать у тебя жена и дебятишки я не жил не стоит начинать тут учтиво немец молвил битая отодвинул плачущую мать отошел подальше деловито и махнул перчаткой расстрелять ахнули два выстрела и птицы разлетелись дробно в небеса мать разжала мокрые десницы на детей глядит во все глаза а они обнявшись как и прежде спят свинцовым беспробудным сном две кровинки две ее надежды два крыла пошедшие на слом мать безмолвно сердцем каменеет уж не жить сыночком не цвести дура матка получает немец одного могла бы хоть спасти а она боюкая их тихо вытирая с губ сыновь их кровь вот такой убийственно великой может быть у матери любовь кто был на войне Алексей Смирнов дочь обратилась однажды ко мне папа скажи мне кто был на войне дедушка Леня военный пилот в небе водил боевой самолет дедушка Женя десантником был он вспоминать о войне не любил и отвечал на вопросы мои очень тяжелые были бои бабушка Соня трудилась врачом жизнь не спасала бойцам под огнем прадед Алеша холодной зимой бился с врагами под самой Москвой прадед Аркадий погиб на войне родине все послужили вполне много с войны не вернулось людей легче ответить кто не был на ней и воздвигли Влычкова на площади возле вокзала скорбный памятник детям погибшего в проклятой войне перед рваной глыбой девочка словно средь взрывов в огне в смертном ужасе к сердцу дрожащую руку прижала говорят приятливье ее капля бронзы слезой побежала и осталась на левой щеке до скончания дней а по рельсам бегут поезда остановка Лучкова пассажиры спешат поглядеть монумент расспросить врезать в сердце свое страшной повести каждое слово чтоб Лучковскую боль всей страной не забыть не простить Алексей Суриков Утро Победы где трава от росы и от крови сырая где зрачки пулемета в сфере поглядят в полный рост над окопом переднего края поднялся победитель солдат сердце бьет а грудь прерывисто часто тишина тишина не во сне наяву и сказал пехотинец отмаялись баста и приметил подснежник во рву и в душе тосковавший по свету и ласке ожил радости прежний певучий поток и наклонился солдат и к простреленной каске осторожно приладил цветок снова ожили в памяти были живые под московью снегах и в огне Сталинград за четыре немыслимых года впервые как ребенок заплакал солдат так стоял пехотинец смеясь и рыдая сапогом попирая колючий плетень за плечами пылала заря молодая предвещая солнечный день наша программа продолжается и сейчас мне бы хотелось вспомнить видного государственного и политического деятеля чье 95-летие со дня рождения недавно отмечала наша республика это Магомед Баташев недавно мой коллега Руслан Каркмасов встретился с его дочкой давайте послушаем о чем мы не говорили ну вот и все на этом наша передача подошла к концу но прежде чем попрощаться с вами дорогие зрители мне вот что хотелось бы сказать я очень благодарна каждый раз общаясь с нашими ветеранами разговаривая с ними ты по-другому начинаешь смотреть на жизнь на мир окружающий понимаешь что главное в этой жизни вот мы проснулись утром видели солнышко услышали как поют птицы пошли на работу рядом с нами наши родные близкие вот это и есть настоящее человеческое счастье берегите его